Инанна, девица, роковая женщина, любовница и воительница. Ноголикое божество древней Месопотамии. Шумерская Инанна, она же Акадская Иштар, одной из самых важных, сложных и разноплановых божеств и самая важная богиня в Месопотамском пантеоне. Для жителей Шумера около четырех тысяч лет назад Инанна уже была древней богиней. Хотя ее происхождение до сих пор не ясно, есть две возможные теории относительно того, откуда она взялась до того, как переселилась в Шумер. Первая версия состоит в том, что она возникла как божество среди семитских племен Ближнего Востока. Согласно второй Инанна была синкретической богиней, которая сформировалась как смесь характеристик нескольких уже существующих божеств шумерского мира. Независимо от того, как она появилась, со временем Шумерская Инанна слилась с Аккадской Иштар. Ее широко почитали по всей Месопотамии, а главный храм ее культа располагался в городе Урук, недалеко от реки Ефрат на территории современного Ирака. При этом это не центр культа или главный храм, а буквальное личное жилище. Как одно из главных божеств, она также имела храмы во всех важных городах Месопотамии. Известная как королева неба и земли, превратилась в богиню, связанную не только с войной и подземным миром, но также с сексом и властью. Инанна, безусловно, самая сложная из всех месопотамских божеств, демонстрирующая противоречивые, даже парадоксальные черты. В шумерской поэзии она иногда изображается как застенчивая молодая девушка, находящаяся под властью патриарха. Ее брак устроен без ее ведома ее родителями или братом. Даже когда ей предоставляется независимая свобода действий, она помнит о границах. Вместо того, чтобы лгать своей матери и спать с женихом, она убеждает его сделать ей предложение должным образом. Эти действия резко контрастируют с изображением Инанны как роковой женщины в эпосе о Гильгамеше. Увлеченная могучим Гильгамешем, Инанна предлагает ему стать ее любовником. Ухаживания богини отвергаются героям, который напоминает красавице о несчастной судьбе прошлых избранников, которых она отвергла и уничтожила. В других случаях наша героиня действует как честолюбивая владычица, стремящаяся расширить свое влияние. Например, в мифе об Инанне и Энке и в мифе под названием «Нисхождение Инанны в преисподнюю». Между этими двумя природами Инанна существует устойчивая общность, ее сексуальность. Юная Инанна из шумерской поэзии, которая говорит «Вспаши мою вульву, муж моего сердца, не менее горяча, чем Инанна в Гильгамеше». Инанне молились, чтобы исцелить интимную холодность или при безответной любви. При этом она также была богиней-покровительницей проституток. Наше прекрасное божество в равной степени любит воевать, как и заниматься любовью. Воинственный аспект, как правило, выражается в политических контекстах, в которых богиня восхваляется в связи с властью правителя и военной мощью. Это видно уже в древний Аккадский период, когда клинописные таблички часто упоминают воинственную Иштар и окончательно оформляется в ассирийском почитании. Иштар из Ниневии была тесно связана с личностью ассирийского царя. Однако роль богини в поддержке политической власти не ограничивалась воинственностью. В конце третьего и начале второго тысячелетия до нашей эры была особенно важна церемония так называемого «священного брака». Она отмечала бракосочетание Инанны в лице ее верховной жрицы и правителя города во время праздника Нового года, чтобы обеспечить процветание и изобилие. То, что многие правители из Месопотамии третьего тысячелетия называли себя ее супругами, указывает на значительную роль Инанны в обладании властью. Некоторые мифологические повествования касаются астрального аспекта Инанны, хотя и косвенно. В одном из мифов неуклюжий мальчик-садовник вступает в половую связь с прекрасной богиней, пока она спит под деревом. Разгневанная случившимся, Инанна отправляется на поиски спрятавшегося садовника. Возможно, что курс, который она выбирает при поиске негодника, имитирует астральный курс Венеры. Инанна обозначалась восьмиконечной звездой и была связана с планетой Венеры и восходом Солнца. А еще наша героиня путешествовала в загробный подземный мир и обратно. В своем мифологическом спуске в преисподнюю она выседает на троне своей сестры Эришкигаль, вызывает гнев верховных богов и превращается в труп. Только с помощью верного слуги Инанна смогла снова ожить и вернуться в верхний мир. Месопотамский погребальный инвентарь и некоторые другие артефакты демонстрируют некую связь Инанны с миром мертвых. Инанна на третьем месте по числу упоминаний в ранединастических списках богов из архива города Шурупак и остается на вершине Месопотамского пантеона на протяжении третьего, второго и первого тысячелетий. Она особенно значима как национальное ассирийское божество. Иконография Инанны также разнообразна, как и ее характеристики. Изначально она представлена связкой тростника или особым столбиком, что также является письменной формой ее имени в очень ранних текстах. Наверху знаменитой вазы из урука богиня изображена двумя знаковыми ритуальными столбами. Отличительным признаком божественного статуса является наличие особой рогатой короны шумерских богов. Как божественная сущность любовной страсти, часто изображалась полностью обнаженной. Также нередко демонстрирует себя, раздвигая свою одежду в стороны. Нога и женщина являются чрезвычайно распространенной темой в древнем ближневосточном искусстве. Однако не все подобные артефакты представляют нашу богиню. В образе воительницы Инанна вооружена, а иногда изображалась с бородой, чтобы подчеркнуть ее мужественность. Мы понимаем, что это ее странное оружие обладало волшебной силой, но не знаем всех подробностей. В восхвалении воинственных качеств ее сравнивают с рычащим, устрашающим львом. Лев или львы часто сопровождали богиню. Имя Инанна чаще всего интерпретируется как «Госпожа небес». Севицкое имя Иштар первоначально принадлежало совсем другой богине, которая позже была объединена сын Анны из Шумера. Что означает и как в точности переводится Иштар, пока непонятно. Жители древней Месопотамии и их соседи почитали нашу героиню как яростную воительницу, покровительницу любовной страсти, зачатия урожая и приплода, проводницу в мир мертвых, утреннюю звезду и вообще женщину, с которой нескучно. И если вы думаете, что приключения желанной и пугающей богини закончились вместе с Шумером и Акадом, то вот вам новость, где она только не побывала после этого под разными именами. А может быть ее история не закончилась и сейчас? Кто знает?